Так, решила быстренько ответить на вот этот вопрос. Одна из учениц годового коучинга сегодня утром мне сказала, что у неё стресс из-за того, что она будущего, то есть такой иррациональный страх. Это натолкнуло меня на мысль о том, чтобы с вами обсудить эту тему. И давайте я вам расскажу с точки зрения двух ипостасей наших, с точки зрения логики нашей, то есть нашего разума, как решить эту проблему, и с точки зрения чувств. Потому что мы разумом можем очень много осознавать, а чувства наши не всегда нам подвластны. С точки зрения разума. Сделайте такую практику, достаточно глубокая такая практика, нужно посидеть над ней, подумать. Но это стоит того, чтобы перестать раз и навсегда бояться будущего. Возьмите свой опыт за последние пять лет. Вот вы, наверное, помните, что вы проходили, какие жизненные ситуации. И я уверена, что у каждого, каждый из вас какие-то были достаточно сложные для вас ситуации. Вот вы пишите. Все свои достижения за последние пять лет. Все свои трансформации за последние пять лет. Весь свой болезненный опыт за последние пять лет. И посмотрите это в разрезе всех сфер жизни. Мы на годовом коучинге делаем оценку итоги за определенный период по тринадцати сферам жизни. И потом создавляем план на год и некоторые на дольше по тринадцати сферам жизни. С глубокой такой проработкой. Но у вас нет этих материалов пока у некоторых. И упростите просто это задание. Вот возьмите те сферы жизни, которые вы знаете. Допустим, отношения, допустим, финансы, допустим, внутреннее состояние. Оно у нас ключевое, оно у нас управляет нами. Но какие-то сферы жизни, которые для вас ключевые. И какие там произошли изменения. Какие там произошли трансформации с вами. Чему научили эти вас трансформации. И почему, вне зависимости от того, что сегодня происходит с вами, в мире, в вашей жизни, в вашей стране. Почему эти ситуации научат вас быть мудрее, быть сильнее. И толкают вас к состоянию счастья. То есть начните своему разуму обосновывать, что все, что с вами происходило, это действительно к лучшему. Даже те процессы болезненные, которые вы проходили. Мы все проходим какие-то процессы. Мы близких теряем, к сожалению. Мы и деньги теряем периодически. Мы и здоровье некоторые теряем, потом возвращаем. То есть у каждого свои какие-то кармические задачи. Так вот, что прекрасного было в вашей жизни? Вот вы боялись, скорее всего, вот этот страх будущего, он почти у всех есть. Вы боялись, но происходила жизнь. Происходила дальше жизнь и происходила дальше жизнь. Чему вы научались? Дорогу осилит идущий. Помните, наша задача все равно идти, убежать нам некуда. И мы должны облегчить этот путь тем, что смотреть на него оптимистично вперед. Это с точки зрения логики. Когда вы выпишите, у вас очень сильно повысится самооценка. Вы посмотрите, насколько вы молодцы каждый. Насколько вы сильная личность, которая способна преодолевать определенные жизненные задачи. Потому что наша задача, самое главное, развивать свое сознание до последнего вздоха. Мы не можем, там, пошла на одну программу, пошла на другую программу, и все, закончилось развитие. До последнего вздоха задача сделать так, чтобы вы с каждым днем, с каждым годом, с каждым десятилетиям становились все счастливее и мудрее. Счастливее и мудрее. Вот это основная задача. Вот в этом смысл жизни. Смысл вот этой игры под названием «жизнь» — развивать свое сознание. Чувствуя себя все более счастливыми, вне зависимости от того, что происходит, и все более мудрыми, воспринимающими мудрость, позиции, глубины вот этих знаний, с которыми я делюсь, как происходят все события в этом мире, как работает ваша психика. Так, это первое, это даст вам уверенность в том, что и с будущим вы справитесь. Вы с прошлым справились, и вы с будущим справитесь. Как же нам чувство это все внедрить в чувство? Таким образом, что если вы хотите действительно ощущать, что вы справитесь, вам нужно находить людей, которые тревожатся в своем будущем, и проделывать с ними вот эту практику, которая сказала первой, и давать им воспоминания самых лучших моментов жизни, давать им какие-то знания о мудрости, если у них, конечно, есть на это запрос, и максимально поддерживать людей, быть оптимистичными, быть поддерживающими, быть мудрыми, показывать свою силу, да, силу справляться с ситуациями, чтобы дать другому человеку ощущение надежности и ощущение веры в себя и доверия к этому миру. Более глубоко доверие создается через проработку, глубинную проработку принципов осознанности. Да, вот я сегодня записывала третий принцип, и он как раз про доверие. Но пока у вас нет этой возможности, да, хотя у некоторых кто захочет, приглашая на годовой коучинг, там просто невероятные вещи происходят со знаниями людей. Вот, то нужно найти себе кармических партнёров, то есть людей, у которых есть запрос на это, и помогать им рисовать счастливую картинку будущего, объяснять по мере ваших знаний, как работает карма, объяснять, что они могут создать карму для всего, что они хотят, да, для того, чтобы перестать бояться в своём будущем, и помогать им вот эту уверенность, давать уверенность и поддержку, и оптимизм. Вот всё, что вы хотите сами испытывать, оптимизм по поводу своего будущего, чувство поддержки, что мир вас поддерживает, да, и люди вас поддерживают, понимание, как создать своё будущее, не просто «а, всё мне повезёт», нет, а как создать своими ручками. Вот всё, что вы хотите, вы должны давать другим людям и фокусировать на этом внимание, и обязательно делать вечером кофе-медитацию. Те, кто не знает, что такое кофе-медитация, это медитация радости. То есть прямо перед сном вы не ложитесь, а вы садитесь, или полусидя, или полулёжа, главное не заснуть, вы начинаете прокручивать в голове вот тот вопрос, который для вас максимально важен. И если вы помогли другому человеку внушить вот это состояние оптимизма, вот я сегодня вам это делаю, вам помогаю с этим делать, вот мне надо вечером сделать кофе-медитацию. Правда, у меня нет страха будущего, но, может быть, где-то там какие-то маленькие такие червоточинки есть, вот я с ними поработаю сегодня вечером. Я буду радоваться тому, что вы смотрите это видео, и что у вас появляется внутреннее состояние уверенности. И когда вы неоднократно это проделаете, и на уровень чувств ведёте вот то состояние, которое испытывает человек от того, что вы его поддержали, смотрите, зеркальные нейроны так работают, вы поддерживаете другого человека, объясняете, почему не страшно идти вперёд в будущее, и вы радуетесь вечером. Эмоция радости — это то, что активирует нашу, делает карму такой рабочей, да, то есть у нас есть нейтральная карма, положительная и отрицательная. То есть положительная — это когда на какое-то событие накладывается такая высоковибрационная эмоция. Так вот эмоция радости вы накладываете на вот эту картинку, что человеку стало лучше от ваших действий, вы внутри перепроживаете эти чувства, которые испытывает человек. И это создаёт ваши нейронные связи, которые потом усиливаются, 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 и в какой-то момент вы поймёте, что вас будущее не страшит совершенно. А для того, чтобы полностью исключить все страхи, вам нужно понимать, как работает карма, причинно-следственные связи. Для этого нужно изучать 16 законов кармы, понимать вообще причинно-следственные связи, как это всё работает, и понимать принципы дневника осознанности очень-очень глубоко. Потому что вот есть маленький такой проект, который я сделала, ознакомительный, что такое принципы дневника осознанности. Но это только такой обзорный курс. На самом деле он намного глубже. Дневник осознанности — это намного глубже. Это этические принципы. Допустим, по второму принципу записала пять сессий. Пять сессий настолько глубоко причины-следствия. И когда вы понимаете, какие причины приводят к каким-то следствиям, вы знаете, на что опираться. Вы знаете, что вы можете начать создавать другие причины и жизнь свою выстроить так, как вы хотите. Вот весь мир будет рушиться, а у вас будет всё the best. Почему вы создали карму этого the best? Понимаете? То есть мы в этой жизни ни на что не можем полагаться, кроме как на свои семена созданные. Так работает наша реальность. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Было вам полезно это видео или нет? Я тогда буду записывать следующее видео. Не поленитесь. Напишите свою обратную связь одним предложением. Было полезно или всё это ерунда, как вы думаете? Я буду понимать, записывать ли вот такие видосики вам в ответ на ваши вопросы какие-то, которые вас волнуют. Вот. Всё. Напишите, дайте обратную связь. Если вы считаете, что кому-то может быть полезно, это видео расшарьте своим знакомым, друзьям, пригласите в наш канал. Вы таким образом создадите у себя увеличение семян мудрости и того, что к вам придёт нужный момент, нужная информация. Всех обнимаю. Чудесного вечера.